Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. Сегодня в гостях у меня Марина Митрофанова, генеральный директор компании «Вэлли». Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о компании, чем вы занимаетесь? Мы достаточно молодая компания, вышли на рынок в 2006 году. И у нас один бренд, мы монобрендовая компания. Это продукт «Вэлли». Продукт появился на рынке, как взяли за основу старый карельский рецепт и адаптировали его уже к промышленному производству. То есть, уже достаточно давно люди едят овсянку. Этот рецепт, он до сих пор жив и в карельских деревнях продолжают варить такой вот продукт. Этот рецепт лег в основу нашего продукта и в 2006 году «Вэлли» вышла на рынок. То есть, вот здесь представлены виды, да? Да, они все разные продукты. То есть, вот это наш питьевой, наверное, самый такой известный бренд, самый узнаваемый наш продукт, питьевой овсяный. Называют его питьевой овсянкой, хотя очень сложно сказать, что это за продукт, вот прям вот дать классическое какое-то название, да? Потому что многие называют его кашей, но это ферментированный продукт, то есть, это не каша. Ферментированный — это брожение? Ферментированный, совершенно верно, это сквашенный, да? То есть, мы в него добавляем молочнокислые бактерии, продукт у нас стоит, зреет 8 часов, это достаточно долгий такой процесс. Вот, после этого в него добавляются различные фрукты и, соответственно, так он попадает уже в баночки и в магазины. Кто-то называет кашей, как вы сказали. Да, совершенно верно, кто-то называет его кашей, но это не каша, потому что это ферментированный продукт, да, то есть, с молочнокислыми бактериями. Кто-то говорит, что это йогурт, но йогуртом его тоже нельзя назвать, потому что в нем нет молока, то есть, во всех наших продуктах нет молока. Ну, и кто-то называет его кисель, что тоже не совсем так, потому что кисель, у него немножко другой вкус, да, мы все привыкли к тому, что это такой прозрачный, крахмалистый продукт. В основном на картофельном крахмале. А у нас и ферментированный продукт с одной стороны, и с другой стороны на основе овсянки. Поэтому на кисель, тут уже не кисель. Реально продукт уникальный. У нас даже есть патент на производство этого продукта. Мы адаптировали этот продукт к промышленному производству. У нас есть патент на это. Так что вот это такой особый продукт, который сразу так и не назовешь. То есть вэли-вэли. Это бутылочка, а вот тут еще большое количество. Это что? Говорят, кто-то называет это йогуртом, но тем не менее это не йогурт. Да, совершенно верно. Для того, чтобы сделать этот продукт, адаптировать его под разные вкусы, мы сделали разные формы этого продукта. Например, вот этот, это овсяный завтрак. Здесь есть хлопья. То есть это реально очень здорово на завтрак, как замена каши. А вот этот продукт, которым мы вообще очень сильно гордимся, называется, мы его так и назвали овсянка. Почему? Потому что этот продукт содержит цельное зерно. То есть зернышки здесь остаются целыми, невредимыми. Вы знаете, наверное, да, что цельное зерно, это как бы особо полезно, потому что все самые такие основные свойства как раз сохраняются именно в целом зерне. И особенно этот полюбился продукт мужчинам, что вот очень интересно, потому что в основном вот это, если это женская аудитория, да, то когда надо что-то пожевать, поесть, насытиться, то вот это как раз об овсянке. И опять-таки вот часто возникает вопрос, а можно ли приготовить его дома. Ну, кроме того, что он ферментированный, да, опять я повторюсь еще раз, цельное зерно приготовить тоже очень, ну, достаточно сложно. Наверное, любая хозяйка знает, что для того, чтобы проварилось зерно, его надо вот, над ним надо поколдовать. Чуть дольше постоять над плитой, так, чтобы зерно осталось. Да, достаточно сложно, да. Так что вот попробуйте обязательно. То есть правильно я понимаю, что продукты у вас по большому счету поделены, ну, наверное, ориентированы на разные целевые аудитории. Да, совершенно верно. Кто целевая аудитория ваша? Ну, основная, конечно, аудитория, это женщины, девушки 25-35 лет, девушки, которые следят за своим здоровьем. Ну, в принципе, обратить внимание наших потребителей на то, что надо питаться правильно, это наша основная задача. Цените себя, питайтесь правильно. То, что мы пытаемся скоммуницировать с нашим продуктом. Очень многие пропускают завтрак сейчас, да, многие пытаются перекусить чем-то, ну, совсем нездоровым, да, там, либо шоколадкой, либо пробежав мимо какого-то фастфуда, купить бутерброд с сосиской, да, в то время, когда есть продукты, действительно, которым вы можете наесться, и который будет, принесет вам пользу. Поэтому именно для тех, кто задумывается о том, что он ест, да, вот именно на эту целевую аудиторию и направлен на наш продукт. То есть это основная коммуникация, которая... Совершенно верно, да. Правильное питание. Хотя правильное питание, каждый по-своему воспринимает правильное питание. Для кого-то это только то, где нету сахара, да. Ну, сахар в нашем продукте есть, и мы этого не скрываем. Сахар у нас есть для того, чтобы прежде всего те молочнокислые бактерии, которые мы добавляем в этот продукт, им было что есть. Потому что в йогуртах молочнокислые бактерии едят лактозу, то есть молочный сахар. У нас он просто едят фруктозу, которую мы добавляем. За счет этого происходит как раз... Молочнокислые бактерии съедают фруктозу, выделяют кислоту, и вот так вот происходит как раз и процесс ферментации. Да, но у нас нету жиров, и у нас абсолютно натуральный продукт. И мы этим очень сильно гордимся, потому что если сейчас посмотреть на наши полки, на наш рынок, к сожалению, очень много лишнего добавлено в продукты. Кто-то изменяет животные жиры на растительные и не самого хорошего качества. Кто-то для того, чтобы продлить срок хранения, добавляет консерванты. Кто-то для того, чтобы продукт был еще более вкусный, добавляет какие-то искусственные ароматизаторы. Всего этого нет в нашем продукте. Но это же все делается для того, чтобы сократить затраты. Правильно я понимаю? У вас, значит, цена продукта высокая. У нас цена продукта, соответственно, да. Потому что, к сожалению, приготовить натуральный продукт намного сложнее, чем побросать туда разной химией, сварить и отдать в магазин на продажу. Даже те же самые фрукты, когда они натуральные, очень сложно вообще разработать фрукты только с натуральными красителями и ароматизаторами. Потому что натуральные все ингредиенты, они всегда очень зависят от урожая, от очень много факторов, которых ты не можешь подкорректировать. Ты только берешь то, что с партии фруктов ты получил. С этим и работаешь. С этим и работаешь, да. Поэтому, конечно, наш продукт немного дороже. И возвращаясь к аудиториям. То есть есть, я так понимаю, вот это вот то, что пожевать, как вы говорите, это больше для мужчины, да? Да, совершенно верно. А вот это вот, наверное, жидкий... Это на завтрак, да. Вот это отличный перекус, да, потому что нет ничего удобнее. У меня в машине постоянно находится, например, бутылочка с нашим овсяным питьевым в Элле. Почему? Потому что даже когда я ухожу с работы, я знаю, что если я возьму с собой продукт, то я его выпью, я точно домой не приеду, не накинусь на холодильник и не буду там искать что-нибудь поесть. Потому что он насыщает очень хорошо. И я знаю, что это полезно для организма. И так делают очень многие, да, берут с собой на перекус. Ну и мы разработали еще такую сладкую серию, это десерт овсяный. Ну, наверное, тоже скорее для девочек, которые любят сладенькое. Этот продукт совсем похож по консистенции на йогурт, очень легкая текстура. Ну и позволяет... Но это не йогурт, тем не менее. Тем не менее, это тоже не йогурт, потому что здесь нет молока. Это позволяет, с одной стороны, съесть что-то вкусненькое, да, но с другой стороны, использовать для здоровья. Вот вы правильно сказали, что мы спешим, многие не завтракают, мы спешим домой, и многие накидываются на холодильник. Вы как-то работаете с аудиторией, вот именно объяснения и информирования о том, как надо вести, какой надо вести образ жизни, правильный образ жизни, эко-питание, что-то вот в этом направлении? Ну, мы стараемся это донести с помощью нашей коммуникации в соцсетях, с помощью упаковки, где мы обращаем, например, внимание, питайтесь правильно, не пропускайте завтрак, да, с помощью каких-то промо-акций, которые мы делали. Например, только что прошла акция под названием «Правильный офис». Что такое «Правильный офис», да, вот в нашем понимании? Мы хотели просто обратить внимание людей, что в офисах мы проводим очень большую часть времени нашей жизни, да, и если правильно организовать свое рабочее место, свое питание, свое микромир вокруг, то ты будешь жить более полноценной жизнью, да, и правильное питание — это тоже часть вот этого правильного офиса. И мы призывали людей делать фотографии из своих правильных офисов со своими правильными перекусами и выиграть от нас набор продуктов. Очень многие поучаствовали. На самом деле это было очень интересно и в Москве, и в Питере. Оказывается, есть потрясающие офисы, где люди приходят в офис, и у них там есть какие-то спортивные сооружения, но снаряды, да, есть теннисные столы, есть куда кинуть мячик, у кого-то есть велодорожки. Ну, на самом деле это потрясающе. Иногда даже не надо вот вкладываться достаточно сильно, да, просто там повесить корзину с мячиком, да, и у тебя есть перерыв, ты отвлекся, и после этого все, расслабился, ты можешь снова возвращаться. Ну, а питание — это самая большая проблема. Совершенно верно, да. В офисах всегда очень хочется кушать, наверное, вы замечали. И чаще всего люди пытаются что-то с собой принести, и не всегда это что-то здоровое, да. И мы хотели обратить тоже внимание на это, что лучше взять с собой там бутылочку, да, из дома или в самом близком магазине, который есть, и съесть вот это, чем перейти на сушки, пряники, гамбургеры или просто шоколадки. Да, совершенно верно. И вот из того, что вам прислали, сколько там было правильного? Там было очень много правильного. На самом деле, да, люди задумываются об этом, и это очень здорово, это очень хорошо. То есть ваши, ну, скажем так, коммуникации, которые направлены на аудиторию, они тоже работают? Совершенно верно. Нашли отклик. На этом тогда прервемся ненадолго. Дорогие друзья, мы вернемся через некоторое время. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Марина Митрофанова, генеральный директор компании «Велли». Марина, снова здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами поговорили о целевой аудитории, поговорили о том, как воспринимает аудитория продукт, а как вы рассказываете о продукте? Где вы рассказываете о продукте? Мы не избежали, конечно, классики. Да, у нас было несколько рекламных роликов. И один из самых первых роликов был как раз с объяснением, что у нас за продукт. И я практически цитировала наш ролик, говоря, что «Велли» — это не йогурт, не каша и не кисель. Почему для нас очень важно было донести? Потому что наш продукт продается на молочной полке. И когда потребитель подходит к молочной полке, беря наш продукт, он ожидает от продукта, наверное, такого же молочного вкуса, как обычно от обыкновенных йогуртов. А наш продукт другой. И поэтому, когда ожидание от продукта противоречит тому, что человек пробует, пробует, у него такое недоумение вначале, непонимание, что это за продукт. Поэтому для нас было очень важно объяснить, что мы овсяные, и мы другие. И мне кажется, нам удалось это сделать, потому что с этого момента, после того, как мы объяснили, что наш продукт отличается, что это прежде всего овсянка, и овсянка полезная, наши продажи, конечно, увеличились, потому что люди стали понимать, что это такое. То есть они шли не за йогуртом, все-таки, а скорее за овсянкой. Совершенно верно. Совершенно верно, да. И на самом деле, конечно, коммуникацию мы направляли прежде всего на женщин 25-35 лет. Но кроме женщин у нас есть еще и такие узкоспециализированные поклонники нашего продукта. Это кто? Это прежде всего вегетарианцы, потому что здесь нет ничего животного происхождения в нашем продукте. Это люди, которые не переносят лактозу. И опять-таки у нас нет молока, поэтому как раз продукт для них. И очень часто на нас переключаются во время поста. Опять-таки по той же самой причине. То есть получается, что здесь прям у вас либо какой-то сезон, либо... У нас есть, да, широкая целевая аудитория, и у нас есть несколько таких нишевых групп людей, которые потребляют нас постоянно. Как вы работаете с этой аудиторией? Ну, например, с вегетарианцами. Сейчас их стало гораздо больше, чем раньше. Да, вы знаете, мы пока не делали отдельную коммуникацию на это, потому что группа достаточно узкая, и информирование внутри группы, оно в любом случае происходит. То есть люди, зная о том, что наш продукт не содержит ничего животного, они передают эту информацию друг другу. То есть здесь фактически не надо прилагать каких-то дополнительных усилий для этого. Если говорить о время поста, в основном у нас соблюдается Великий пост. И многие магазины, многие торговые сети, они поддерживают все продукты, в которых не содержатся продукты животного происхождения, надписями. В том числе и на Велле тоже часто можно увидеть ценники. И мы используем крышку тоже для донесения этой информации до потребителей. То есть в любом случае вы корректируете свою коммуникацию? Мы стараемся, да, совершенно верно, мы стараемся доносить эту информацию до этих узких групп. Если говорить о детях, насколько коммуникация на детей, в любом случае, я думаю, через ядро аудитории, через женщин, детям что полезнее, что они любят? Не знаю, может, какой-то продукт выделяете здесь? Наш продукт, прежде всего, я должна сказать, что он не является детским продуктом, потому что для того, чтобы производить продукты для детей, надо сертифицировать производство, получить все сертификаты и так далее. Мы пока этим не занимались, наверное, это будущее наше. Но, тем не менее, я знаю по личному опыту, что очень многих детки любят наш продукт, особенно, как это ни странно, даже ту же самую овсянку. И для мам это тоже очень удобно, потому что мы все спешим, и иногда одеть ребенка занимает столько времени, что ты не успеваешь уже ничего сделать. И когда есть у тебя в холодильнике какой-то готовый продукт, который ты можешь уже даже в микроволновке разогреть, вот эта овсянка, она разогревается в микроволновке, и дать ребенку и отвезти его в сад уже не голодным, то есть это, конечно, помогает и мамам, да и детки любят этот продукт. Но, опять-таки, я говорю, мы не сертифицированы, поэтому я не могу сказать, что вот прям... То есть они специализировали детей? Совершенно верно. То есть это уже выбор родителей? Это выбор родителей, совершенно верно. Вы сказали, что это какой-то древний рецепт из Карелии. Из Карелии, да. А вот в Карелии насколько востребован этот продукт? Вы знаете, у нас немножко узкая дистрибьюция. Это обусловлено тем, что у нас всего 30 дней срок хранения продукта, поэтому мы в основном в Москве и в Питере представлены. И, конечно, в тех сетях, куда можем централизованно все доставлять, потому что мы не очень большая пока компания. И в дальнейшем, я думаю, что мы сможем... Добраться до Карелии. Да, добраться до Карелии. А скажите, а производство? Вот мне спросила, где? Оно в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, да. А из чего? Откуда вы все это везете? Для этого продукта у нас финский овес, потому что мы используем только органический овес здесь. В России купить органический овес достаточно сложно. Это очень много сертификаций надо получать. А все остальные, как бы овес для других продуктов, это российское производство. Ну, а фрукты, это поставщики наших фруктов, это международные компании. Ну и понятно, когда дело касается фруктов, это со всего мира, потому что... В зависимости от фруктов. Да, в зависимости от самих фруктов. Если говорить, вот вы говорите, компания небольшая, вот численность. Меньше ста человек. Меньше ста человек. Меньше ста человек, да. Это включая производство, да. Включая производство. Как вы работаете с аудиторией, потому что нас интересуют все аудитории, в частности, ваши сотрудники. Как вы работаете с сотрудниками? Формируете лояльность к продукту? Как они узнают о новинках, чтобы доносить до аудитории? Какие есть у вас... Вы используете инструменты? Ну, если говорить о наших сотрудниках, да, то я вам хочу сказать, что наши сотрудники все очень любят наш продукт. Ну, если вы все время возите бутылочку в машине. Да, совершенно верно. То есть я вожу ее в машине, и вся моя семья, вот она... То есть когда мы приходим в магазин, да, мы постоянно покупаем его, потому что этот продукт реально лежит в моем холодильнике. То же самое касается и наших сотрудников. И, наверное, самые большие ценители нашего продукта, и от кого мы получаем самую быструю реакцию, это люди, которые работают на линиях, да, которые производят продукты, и они его пробуют самыми первыми, и они... Самые свежие. Самые свежие, они уже знают, они говорят, вот это вкусно, это вот супер, нам это понравилось, это должно хорошо пойти. Хорошо, а как разрабатывается новый продукт? Кто принимает участие вот в новых вкусах? Вы сказали, что вы создавали новый вкус. Мы создавали не только новые вкусы, мы создавали и новые продукты, я бы так сказала, да, потому что вот этот продукт, завтрак, он появился всего лишь года три, наверное, тому назад, а вот этот продукт, овсянка, это совсем новый продукт, ему всего лишь год. И для производства и того, и другого мы, конечно, адаптировали и даже нашу технологию, чтобы это производить. Но любой продукт, он... Это синергия между маркетингом, отделом разработок продуктов и производством. Идея приходит обычно от маркетинга, и они говорят, вот мы хотим увидеть продукт, чтобы вот его можно было там пожевать, чтобы там были реально видны хлопья, и чтобы вкусы были такие, такие, такие-то. А отдел разработок говорит, хорошо, сейчас мы что-нибудь придумаем. И они дают пробовать, вот есть такое, есть такое, есть такое. На совместных дегустациях это все пробуется, и принимается решение, запускать продукт или нет. От момента принятия решения до запуска продукта и появления на полке. Сколько может пройти времени? Наша компания очень маленькая, и мы ценим наш предпринимательский дух. И вот этот продукт, по-моему, если я не ошибусь, я скажу, что это 6 или 7 месяцев прошло от момента идеи до запуска вот этого продукта. Это с учетом того, что нужно технологию адаптировать? Да, да. Здесь была небольшая адаптация, вот здесь вот у нас заняло чуть-чуть больше времени, потому что здесь надо было понять, как там сварить правильно зернышки, так, чтобы они остались такими целыми, вкусными. Сохранить качество. Здесь надо чуть больше, естественно, сохранить качество, да. Здесь у нас заняло, наверное, 8-10 месяцев. Но это все равно не так много. Это все равно, да, это не года, да, это не там два года, как во многих международных компаниях. А вот во многих международных компаниях, в том числе, прислушиваются к мнению потребителя. Вы прислушиваете к мнению потребителя? Вы знаете, есть два способа, да. Можно провести дорогостоящие исследования, произвести продукт, дать попробовать потребителям. Они скажут, вот это нам нравится, это не нравится. А может быть, здесь вот еще там что-то поменять. И отдел маркетинга задумывается об этом. А можно произвести и продать. Соответственно, когда у вас есть четкая уверенность, что этот продукт реально интересный, хороший, его можно запустить. И если не пойдет в продажи, не производить. Мы идем по предпринимательскому подходу. У многих вот как раз компаний, где производители йогуртов, у них появляются новинки очень часто. У вас, я так понимаю, что новинки появляются не так часто. Это есть три года, год. Не совсем так. Смотрите, мы вышли на рынок в 2006 году. Мы вышли вот с таким продуктом. И вот очень похоже на такой продукт. После этого в 2012 году у нас появляется вот этот продукт. В 2014 году у нас появляется вот этот продукт. То есть после того, как мы поняли, что да, есть интерес к нашему продукту, мы начали его развивать. И поэтому я хочу сказать, что мы достаточно быстро запустили эти новинки. Есть ли какие-то, может быть, секретные уже разработки новых продуктов? Конечно, у нас всегда что-то есть в запасе. И у нас сейчас готовится очень интересный продукт на самом деле. Продукт, да я, наверное, даже расскажу про него. Это продукт с овсяными отрубями. При этом все привыкли, что овсяные отруби — это какие-то вот такие маленькие иголочки, которые надо добавлять в кефир, либо в кашу. И на самом деле в потреблении это очень так вот... Ну, надо знать, что это очень полезно, скажем так. И верить в это. И верить в это. Мы сделали крупные отруби. И по нашей технологии они будут так вот чуть-чуть развариваться, и они будут сохранять всю пользу отрубей, но при этом они будут какие-то как снежные комочки такие. Мы их назвали воздушные отруби. И я очень верю, что этот продукт тоже будет иметь успех. Спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели «Компании люди». И в гостях у меня была Марина Митрофанова, миниран-директор компании «Вэлли». А вела программу Александра Алферова. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...